Друзья, хочу поговорить с вами про отмену завещания. Хочу рассказать про два момента. Их там не больше может быть. Ну вот два момента, один, два интересных момента. Один просто популярный момент, и я расскажу, как обезопасить себя, повторяюсь побыстрее. Второй момент, ну не набирает популярность, а имеет место быть прецеденты. И мне они не нравятся, ну я просто вам расскажу, чтобы вы тоже не попали в ловушку. Итак, первый момент отмены завещания, это, конечно же, в судебном порядке доказать, что наследодатель не мог понимать смысл своих поступков, не мог осознавать свои действия, понимать смысл своих поступков. Грубо говоря, не мог понимать, что творит. Простой пример. Внучка, у меня было дело, внучка наняла сиделку, сиделка приболтала бабушку, вызвали нотариуса, и бабушка подписала там все. Вообще нотариус, конечно, не должен был, старой женщине подписан, ну подписал, может быть, знакомой там и так далее. И все, та вступила, ну, собиралась вступить на следство, подали мы в суд, и назначили экспертизу, экспертиза показала, что у бабушки там много лет тяжелое там психическое заболевание, и, соответственно, бабушка не могла осознавать смысл своих поступков, и суд отменил это завещание, и внучка спокойно вступила по закону в наследство. Она единственная была наследник. Вот. Поэтому, если у человека серьезное психическое заболевание, то завещание может быть отменено. Но, опять же, нужна судебная медицинская экспертиза. Какие-нибудь там просто, там, рак, не знаю, там, груди, не знаю, и так далее. Там, если инвалид без ног, то есть, если даже тяжело больной человек лежит, не стоит, но если у него нет психических тяжелых расстройств, это никак не влияет на завещание. Понимаете? Даже если нет ни рук, ни ног, это все равно на завещание никак не влияет. Только не спрашивайте меня, как человек подпишет завещание, если у него нет ни рук, ни ног. Погуглите сами вам факультативное занятие, кто хочет стать юристом. Попробуйте сами разобраться с этим вопросом, если человек не может самостоятельно. Нет, зубами он не должен подписывать. Вот. Вам домашнее задание. Теперь смотрите. Поняли, да? То есть, это первый случай. Вот он, в принципе, самый популярный. То есть, если есть завещание, другие наследники тоже хотят получить свое имущество, постоянно подают все в суд, пытаются признать. Просто так признать не получится. И, кстати, если вы хотите вообще в целом перестраховаться, если у вас любая сделка, даже завещание, там, любая сделка с кем-то пожилым или с кем-то, у кого там есть расстройства какие-то, перестрахуйтесь, найдите в интернете экспертиза на сделкоспособность. Сделайте эту экспертизу, она вам в будущем, если будут проблемы, очень поможет. То есть, ну, мало того, желательно, конечно, чтобы у вас справочки были, что человек на учете не состоит. Но вот экспертизная сделкоспособность – это самое лучшее. Поняли, да? И вот, смотрите, мне бы ваше мнение в комментариях хотелось почитать. Как вы считаете, это правильно или нет? Пошла тенденция, когда суд отменяет завещание, если узнает, что наследодатель у нотариуса находился вместе с теми, на кого выписывает завещание. То есть, поняли, да, логику? Если у нотариуса присутствовал наследодатель и те, на кого вы завещание, то суд, вот, пошла, есть такая практика, что суд отменяет это завещание. Я считаю это несправедливо, ну, по большей части. Можно, конечно, говорить, что они могут оказывать давление, но у нотариуса никто давление оказывать не может. То есть, до нотариуса они могут оказывать давление? Могут. Но после нотариуса могут? Могут. А у нотариуса не могут. Понимаете? То есть, какая разница, присутствуют они у нотариуса или не присутствуют? Ну, тоже можно сказать, там, психологическое давление и так далее. Но, опять же, нотариус тогда может иметь, попросить наследников, на тех, на кого выписывают завещание, точнее, выйти и спросить, вы добровольно действуете и так далее. То есть, я считаю, что это достаточно глупо. Потому что в большинстве случаев человек, если приходит писать завещание с наследниками, ну, не с наследниками, а с тем человеком, на кого выписывают, ну, как бы, вряд ли это, да, означает, что перед этим этому человеку пистолет в голове приставили, или там какое-то давление оказали, или ребенка взяли в заложники, или что-то такое. Вот мне бы хотелось ваше мнение услышать, то есть, как считаете, насколько, ну, не будем говорить законно, насколько это с точки зрения справедливости справедливо отменять завещание, если к наследнику завещатель пришел вместе с тем, на кого он выписывает завещание. Ну, будьте осторожны, то есть, прежде всего, если вы понимаете, что на вас кто-то, если кто-то хочет наформить на вас завещание, у завещания еще много нюансов, но я просто в плане отмены, особенно если у этого человека есть родственники, а вы не родственник, или вы далекий родственник, и, возможно, перспектива суда, сделайте экспертизу на сделку способности, если человек пожилой, или какие-то проблемы, заболевания, там, вот, и к нотариусу он пусть идет один, тогда у вас, ну, проблем не то что не будет, а будет как минимум меньше.